Да, благодарна за обратную связь. Сегодняшний наш вебинар посвящен массажным техникам. Меня зовут Шапранова Татьяна, я тренер и технолог компании Гильтек. Также я преподаватель депиляции и массажа, поэтому будем обсуждать с вами сегодня техники массажные. И хотела вам сразу сказать, что я приготовила цикл вебинаров по массажам. Сегодня у нас с вами такой небольшой, обобщенный, в общем, общий семинар, посвященный всем техникам. И подготовила немножко обзор средств, которые можно применять как Гильтек. Небольшой тоже обзор масел массажных, как влияют, на что влияют, аллергичные, неаллергичные. То есть небольшой такой обзор тоже приготовила. Сразу хочу сказать, следующий вебинар будет посвящен работе именно массажным техникам и работе с проблемной кожей, кожей, с клонной какне. Работа сложная. И поэтому сегодня он у нас такой общий. А потом буду проводить конкретно направленные вебинары, что можно обсудить в рамках вебинара. Буду обо всем рассказывать, делиться своим опытом. И надеюсь, что вам это тоже будет интересно. Также хочу сказать для тех, кто у нас не косметологи, а нас слушают с вами и потом просматривают наши клиенты. У нас есть компания шоурум. И какими-то движениями массажными для самомассажа, по большей части, я буду делиться именно в рамках расписания шоурума. Это такие мини-встречи. Кто может из косметологов присоединиться, присоединяйтесь. Эти мероприятия у нас бесплатные. На самом деле, косметический массаж. Добрый день всем, кто присоединился. Очень рада за ваш интерес. На самом деле массаж играет очень большую роль. И здесь еще хотелось бы добавить, да, то есть он в любом уходе, решая любые проблемы, да, тоже можно применить массажные техники. Какое-то время он ушел в массаж из популярных техник, да, рабочих, при работе с лицом и в косметических уходах, да, потому что очень много и высокая популярность у клиентов и у косметологов, да. Это инъекционные методики, которые даже по своей популярности, их популярность выше даже каких-то аппаратных методик, да, массаж где-то там спрятался далеко. Но сейчас из-за тенденции возвращения к натуральным косметическим средствам, да, и недостаточности или, может быть, даже низкой эффективности других мероприятий косметических, массаж опять выходит на высокий уровень. И я, например, совсем недавно, проходя дополнительное облучение, столкнулась с тем, что очень многие стоматологи сотрудничают с косметологами, с массажистами, с остеопатами в плане коррекции челюсти, лечения зубов, да, и различных манипуляций с методологических, да, именно сотрудничают и с массажистами, и с остеопатами, и с косметологами, дабы сделать свое лечение более эффективным. Массаж действительно играет в косметическом уходе за кожей большую роль и дополняет базовые косметические процедуры, прекрасно усиливает действие практически всех косметических средств, да, что делает, прямо на слайде у меня написано, да, то, что делает обычный косметический массаж. Прежде всего, любой массаж стимулирует кровообращение, да, активизирует обменные процессы в коже и, опять же-таки, укрепляет мышцы лица, повышает тонус, упругость кожи, да, способствует открытию или открытию пор, да, и интенсивные массажи, это, наверное, больше их прерогатива, да, помогает сужение упор, да, тем самым выравнивая рельеф кожи и приводя кожу в приличный эстетический вид, да, то есть это практически классика. Немножко, если вернуться в историю, да, то косметический массаж начал применяться еще в 18 веке, да, и активно вошел в практику косметологов в 20 веке благодаря работам таких, ну, если в России это Заблудский поселов, да, если такую мировую известность всем знаком массаж по Жаке и другие, ну, активные деятели массажных технологий, да, очень многие французы, да, приносили вклад в массажные техники, как правило, это авторские массажи, наверное, наверняка все знакомы с хиромассажем, его авторство иногда приписывается Энрике Хасекарересу, который популяризировал его как такой универсальный, наверное, массаж, да, но пальму перца тоже французы перенимали, но все-таки основное, да, то, что работа массажиста любого, я косметологов сейчас в связи с тем, что мы о массажах говорим, да, буду все равно называть массажистами, потому что в момент работы, да, мы не косметологи, а массажисты. Как руки убираем, начинаем делать что-то другое, да, мы уже можем себе какую-то другую пальму первенства применять, да, в случае массажа, мы все массажисты, да, но массажные линии, любой массаж, да, от классического до уникальных каких-то авторских методик выполняются по массажным линиям лица и выполняются вдоль линии, так называемых линий лангера. Почему? По той простой причине, что одно из действий массажа, да, стимулировать выработку коллагена связано с тем, что вдоль линии лангера эластичность кожи гораздо выше и во время массажа стимулируются связи или коллагеновые пучки, да, тем самым увеличивая, улучшая тонус кожи, да, и усиливая выработку коллагена. Они классические, это классические массажные линии совпадают с линиями лангера, почему и название линий лангера, да, потому что доктор лангер проводил исследования, делал надрезы в коже, проводил достаточно долго, изучая этот вопрос. После его смерти, и, кстати, совсем недавно ученые, опять же, повторили его исследование, да, проверяя действительно так ли это, действительно ли там находится большое количество коллагеновых пучков и действительно ли массаж стимулирует выработку коллагена, и, собственно говоря, это все и подтвердили. И начнем с вами с обзора обычный классический массаж, да, практически всем косметологам он известен с базового косметического обучения, да, это массаж по Ахабадса, классические массажные техники. Что делает? Повышает эластичность кожи, любой массаж, и буду повторять, да, все время это, да, нормализует лимфоток, также любой массаж улучшает микроциркуляцию крови и, собственно говоря, влияя еще на раздражающие, да, и нервные рецепторы в коже снимают и мышечное напряжение, и улучшает тонус сосудов. Классический массаж включает в себя всего пять приемов, да, это мягкое поглаживание, которое улучшает работу вегетативной нервной системы, дальше растирание, выжимание, глубокое разминание, вибрация, и каждый из этих приемов направлен на осуществление определенного эффекта, да, и определенная последовательность применения этих приемов, да, усиливает действие другого. Единственная, наверное, разница или, ну, это больше касается массажа шейно-воротниковой зоны, да, и массажа общих по телу, да, когда массажи выполняются по восходящей или по нисходящей, да, то есть при высоком, возможно, многие сталкивались, кто занимается массажными техниками, да, или находятся в стадии их изучения, или, может быть, на себе пробовали, да, то у людей с высоким давлением, склонным к ярким сосудистым реакциям массаж по восходящей вызывает прилив крови, да, и хотелось добиться одного результата, мы получаем совсем другой результат. В случае массажа тела может быть и головокружение легкое, да, собственно говоря, так же, как у людей с низким давлением массаж по нисходящей, сверху вниз, да, точно так же может вызвать такие явления. Классического массажа это касается очень мало, и, собственно, для чего выполняется классический массаж, да, это профилактика возрастных изменений, тонкая кожа, хрупкая кожа, активные мимические морщины, также тряблость кожи, да, отсутствие тонуса, отечность, поскольку, как я уже говорила, да, что лимфодренажный эффект мы получаем от любого массажа. Тусклая, уставшая кожа, кожа курильщиков, в случае классического массажа, да, это еще и повышенная сухость кожи, или обезвоженность кожи, ну, и сниженный тонус, да, потому что классический массаж все-таки тоже относится к достаточно интенсивным массажным техникам. Что, ну, по поводу классики, наверное, я... О противопоказаниях я скажу чуть-чуть позже, они будут касаться общих противопоказаний к массажу, да, а так с этим массажем достаточно хорошо все знакомы, и я только сейчас поняла, что, наверное, нужно было начать с массажа шейно-воротниковой зоны. Я про него совсем забыла, да, но, наверное, когда я буду про всякие разные авторские техники обсуждать, я его тоже коснусь. Да, и самый популярный, хорошо забытый, и опять к нему все возвращаются, это щипковый метод, массаж по жаке, и действительно один из самых действенных способов работы с кожей. В основном применяется для работы с ширной кожей, для того, чтобы сузить поры, постепенно снижая выработку, активную выработку кожного сала, да, также применяется он, поскольку он действительно имеет хороший лимфодренажный и тонизирующий эффект, это очень интенсивный массаж, да, то он еще дополнительно применяется в борьбе с возрастными изменениями. Всего три основных движения, они, как правило, несложные, да, и прекрасные эффекты. Также есть исследования, они, к сожалению, еще пока не закончены, но показывают этот массаж неплохие результаты в работе с пигментацией. Если будет интересно, я потом включу именно массажные техники в вебинар, да, по массажным техникам, которые с работой с пигментацией, да, поэтому прям исследования или ссылки включу, да, но они пока не закончены, исследования еще ведутся, но массаж по жаке действительно имеет отличный результат, да, и это очень хорошая помощь для работы именно с пигментацией. Здесь не пигментация по стакне, да, а пигментация как таковая. Основные показания – это действительно жирная кожа, открытые, закрытые, комедоны, все виды акне, угревой болезни, да, сухая жирная сиборея, гиперкератоз, да, и рубцы постакне, плюс мы уже можем добавить, да, здесь действительно пигментация поста, акне. Всего три манипуляции, да, то есть это интенсивные поглаживания, щипковые движения, да, то есть глубокие щипки и щипки с вибрацией. Принято этим массажем заканчивать процедуру чистки, дабы быстро убрать раздражение, если это была мануальная чистка, улучшить общефизическое состояние, да, поскольку массаж имеет хороший дренажный эффект, да, то, собственно говоря, помогает он действительно в лечении акне и очень хорошо устанавливает кожу после чистки. И, наверное, тут вот самый такой сложный и самый популярный это лимфодренажные массажи, поскольку сейчас особенно постпандемический, да, и век гаджетов, пастозность, отечность и различные, кстати, в работе с проблемной кожей лимфодренажный массаж тоже будет очень эффективен. И лимфодренажные техники стали одним из самых популярных, наверное, манипуляций среди массажных техник. В основном, да, массаж направлен на работу с оттоком лимфы плюс на тонизацию кожи. Но с лимфой нужно действительно работать очень осторожно. У него самое большое количество противопоказаний, плюс это действительно должно быть очень мягкое, постепенное воздействие, дабы не... не испортить, наверное, вот так вот, можно сказать, эффект от самого массажа. Основные показания, да, это отеки на лице, пастозность, одутловатость, да, так называемый усталый тип старения, темные клуги под глазами, сниженный тонус кожи, да, то есть морщины, складки и так называемая уставшая кожа, да, кожа курильщиков. И что касаемо эффектов, да, то, наверное, самый ярко выраженный эффект. Но иногда, возможно, тоже многие встречали. Я вообще-то очень осторожно, хотя люблю лимфодренаж, да, как таковой, но отношусь с большой осторожностью и рекомендую очень плавно вводить дренажные техники, да, поскольку то, к чему мы иногда с вами стремимся, да, то есть вот к этой плотности кожи, к эффекту молодой кожи, да, при активных лимфодренажных воздействиях, да, то есть можно получить обратный эффект, резко и быстро выведя воду на какое-то время у всех по-разному, очень индивидуально получается, да, то есть мы получаем обратный эффект и при этом приходится еще больше наносить средств активных, да, чтобы вернуть, особенно с глазами очень заметно это бывает, да, потому что кожа тонкая, сосудов много, вода резко выводится, и мы получаем обратный эффект, да, усугубление внешнего вида, то есть заломы там, где были морщины, становятся еще более глубокие, да, ну вот, француз Паскаль Кош, да, у него, в принципе, авторства массажей достаточно много, разработал основную технику лимфодренажного массажа, с которой, наверное, знаком каждый косметолог, каждый массажист, да, технику массажа, которая воздействует исключительно на лимфатическую систему, да, мягкие массажные движения направлены на улучшение оттока лимфы, да, для чего проводится лимфодренаж, да, точнее не для чего, а для каких целей проводится лимфодренаж, собственно говоря, это прежде всего отеки, это детоксикация, да, так называемая, не нрав, не люблю тоже это слово, просто сейчас не могу очень быстро подобрать ему замену, да, ну и непосредственно, поскольку массаж очень глубокий, несмотря на мягкие движения, да, он влияет на лимфатическую систему в целом, да, и поэтому, не освоив плотно лимфодренажные движения, да, можно, опять же таки, затронуть какие-то свои глубокие проблемы, кстати, некоторые клиенты именно сакне, или клиенты, которые когда-то перенесли акне, сталкиваясь с, в процессе, да, таком работы с косметологом, сталкиваясь с лимфодренажным массажем и вообще с массажными техниками, очень часто отмечают такую проблему, да, активных высыпаний, и часто списывают это на косметические средства, да, которые, или вообще на массажные техники, которые называют, что у меня после массажа высыпали прыщи, да, или же опять начались воспаления, как в 15 лет, да, то есть многие с этим сталкиваются, здесь иной раз дело не в средствах, по которым был проведен массаж, про средства попозже поговорим, да, я тоже, иногда, и это тоже бывает причиной, но иногда неправильная работа с лимфой может привести к такому эффекту, да, и поэтому по рекомендациям именно лимфодренажным массажем, да, то есть эта работа начинать с диафрагмы, да, постепенно поднимаясь к подмышечным лимфоузлам, подключичным, надключичным лимфоузлам, да, уже потом переходить к лимфодренажному массажу лица, и здесь действительно очень важно первое воздействие делать очень мягким, комфортным, не переусердствовать, чтобы избежать вот таких вот явлений. Далее, к лимфодренажному массажу относятся вакуумный массаж, почему я его выделила отдельно. Добрый день, кто к нам еще присоединился. Повторю, что наш вебинар сегодня такой обзорный, посвящен обзору всех техник, которые я уже, как сказала, про одну самую важную я забыла, да, про массаж шейно-воротниковой зоны, но расскажу про него подробнее тоже сегодня. И потом это для тех информаций, кто к нам присоединился, и потом у нас еще будет цикл, да, несколько массажей, которые я буду разбирать подробно с рекомендациями. Очень хотелось бы в рамках вебинара, например, там, показать какие-то движения. Буду пробовать. Не знаю пока, как это получится, как позволит эта платформа, но буду пробовать и показывать. Так, и следующий, для тех, кто опять же присоединился только что, следующий у нас вебинар будет посвящен работе с проблемной кожей, да, склонной как на массаже после чистого, да, то есть вот такой теме. Дальше мы сейчас еще раз вернусь, я, да, к лимфодренажному массажу, да, это вакуумный массаж, который очень хорошо способствует оттопу лимфы. Здесь четко работается на, по массажным линиям, да, по линиям лангера, да, и существует несколько вариантов, да, интенсивный или динамический массаж, да, и массаж статичный, который используется, когда нам нужно проработать, например, какие-то отдельные зоны. Лимфодренажный баночный массаж выполняется исключительно по маслу. Здесь нужно мягкое скольжение, если нет, например, у, например, производителя оборудования для таких целей, да, баночные, это не всегда медицинские банки, есть встроенные в аппараты специальные инструменты, да, для такого вакуумного массажа, это маленькие тоненькие коррекционные трубочки, да, то есть маленькие специальные баночки для лица, которые входят в аппаратный физиотерапевтический уход за кожей лица. Здесь, если нет у производителя специальных рекомендаций, да, то есть средств специальных для этого, то такой массаж выполняется только по маслу, дабы избежать излишнего воздействия на кожу. Сразу хочу сказать, вакуумный баночный массаж не подходит для хрупкой, тоничной кожи. В случае работы с такой кожей он только усугубит проблему. Очень хороший такой массаж в работе с телом, опять же, в работе с шейно-воротниковой зоной очень хорошо помогает проработать трапециевидную мышцу, да, особенно помощь такая, наверное, косметологу, да, который не работает с телом, может позволить себе делать, например, там глубокий массаж тела, то очень хорошо применяется такой вакуумный баночный массаж. И пластический массаж скульптурный относится к интенсивным массажам, да, включает в себя также пять основных приемов. Его разновидностей действительно очень много. Это и хиромассаж, который дополнен техниками, например, лимфодренажного массажа, да, авторские техники пластического массажа, куда могут добавляться, да, и остеопатические техники, и более глубокая работа с мышцами, да, то есть это самый интенсивный массаж, как в работе с лицом, так и в работе с телом. Подходит, наверное, для всех типов кожи, да, для любого типа старения. Не подходит, наверное, только для очень чувствительной кожи, склонной к раздражению, да, такой, для очень хрупкой кожи. И то, можно в классику включать элементы пластического массажа, например, фиксации, да, там, прижимы для мышц, да, умение делать интенсивное разминание. И сразу хочу тоже, ну, почему-то быстро так вот пришло в голову, да, очень интересный такой нюанс, да, чем это касается щипков и разминаний. Чем поверхностнее, мягче вы работаете на поверхности кожи, тем лучше выработка коллагена в коже. Когда вы работаете глубоко, да, там немножко по-другому, воздействие просто на другие функции, да, а вот если простимулировать коллаген, да, это мягкое поверхностное воздействие, да, то есть и разминание, и щипки не глубоко на коже, очень на такое поверхностное воздействие действительно более эффективно, нежели работа на более глубоких слоях кожи. Подходит для кожи с глубоко заложенными морщинами, складками, применяется, опять же, для работы с носогубными складками, для, со статическими морщинами, сниженный тонус кожи, да, и также сниженный мышечный тонус, дряблая кожа, также с потерей тонуса, коррекция нижней части лица, тоже массаж, в основном, наверное, я бы сказала, применяется, также он обладает явно выраженным, да, противоотечным действием, да, и очень хорошо работает, да, на... быстрая, наверное, вот так, что ли, скажу. Когда нужно быстро убрать отечность, да, то есть быстро привести лицо в нужное состояние, да, тоже вот эффективные техники будут работать, да, для кожи курильщиков, ну, вообще у всех курильщиков все равно отмечается подстозность, и поэтому, мне кажется, для такой кожи любой массаж подходит. Также пластический массаж будет очень хорош, да, для жирной и проблемной кожи, поскольку у таких людей существует проблема широких пор, да, и массажные техники позволяют сузить поры, да, и выровнять рельеф кожи. Разновидностей, как я уже сказала, пластических массажей очень много есть, и авторские техники, и... ну, классический массаж, да, у нас с вами в своем арсенале движений, да, то есть техник имеет, да, техника разминания, постукивание, вибрация, мягкие и глубокие поглаживания, да, прижимы, фиксации, плюс очень глубокое разминание на уровне глубоких слоев кожи, да, и работа с мышцами и связками. Также очень популярен, я очень коротко про этот массаж пройдусь, да, это букальный массаж, я практически с ним не работала, поэтому опытом делиться не могу, хотя иногда использую все-таки некоторые техники для людей, склонных к таким мышечным спазмам, спазмов, да, поскольку букальный массаж, да, то есть это интероральный массаж, да, а точнее, если вот перевести, да, то есть это защечный массаж, да, и очень часто жевательные мышцы влияют на четкость овала лица и еще на носогубную складку, да, то есть это к такому склонны, наверное, люди, которые ведут такой стрессовый образ жизни, которые находятся именно в постоянном стрессе, да, и такой массаж им действительно жизненно необходим, да, проработка жевательных мышц, интенсивная, именно двухсторонняя, помогает расслабить и челюсть, да, и вернуть мышцам эластичность, поскольку вот этот мышечный спазм ведет к закладыванию очень глубоких морщин, особенно если речь идет о носогубных морщинах, да, и уже потом позволит лучше работать с кожей и применять какие-то дополнительные техники именно в работе вот с носогубной морщиной, да, и с овалом лица, иногда часть техник, да, я все-таки применяю в работе, собственно, поэтому буду говорить очень коротко, поскольку по общему его выполнению, да, у меня такой вот глубокой практики нет, и поделиться мне с вами не о чем, но вот в работе с носогубкой, с носогубной складкой массаж будет очень полезен. И, наверное, сейчас самый модный такой массаж из серии с самомассажей хочу сделать по массажу гуаша отдельный вебинар, но, скорее всего, это будет чуть позже. У меня тоже вот о массаже гуаша действие двоякое, особенно в салонных уходах, поскольку речь все-таки в первую очередь о косметологах, я столкнулась с массажем гуаша достаточно давно, еще, ну, наверное, более десяти. Виктория, спасибо, значит, буду готовить, буду готовить обязательно, я надеюсь, что не самое ближайшее время, да, но действительно подготовлю, и, возможно, еще здесь буду готовить личные встречи, если кто-то, повторюсь, да, кто попозже присоединился, если кто-то у нас из Москвы, можно будет, наверное, присоединиться на такие наши мини-встречи в нашем шоу-руме. Возможно, вы еще там не были, если кто-то уже был, там действительно есть огромное пространство для мастер-классов, поскольку тоже вот очень хочется вам много рассказать, да, а это надо показывать руками. И пытаюсь вложить весь смысл в слова, но с массажем гуаша переходим все-таки к нему. или массаж керакан, да, то есть это часть китайской медицины, я столкнулась с ним достаточно давно, и больше как к лечебному массажу, сам скребок гуаша в этом массаже используется для заскабливания кожи до легкого покраснения, да, которое должно сопровождаться, в принципе, ну, таким хорошим синяком. Именно в лечении различных заболеваний и столкнулся с ним в работе больше с телом. Ну, поскольку, как все массажи, массаж гуаша дает хороший лимфодренажный эффект, и еще у него есть такой, наверное, самый популярный, да, эффект, он хорошо работает с фиброзной тканью. Плюс работа с скребком гуаша, это всегда дополнительная эксфолиация, соответственно, это всегда хороший тон кожи, да, и плюс дополнительный детокс-эффект. Рекомендовано, да, то есть делать массаж гуаша по маслу, и здесь сразу идут ограничения, да, большей половине массаж придется исключить, да, для у кого есть аллергические реакции, у кого есть проблемная кожа, да, то есть и много разных вариантов. Есть еще один такой нюанс, если грамотно освоить технику, да, то есть, в принципе, массаж гуаша можно делать по воде. Те же движения менее глубокие, но тоже можно использовать как самую гипоаллергенную жидкость, да, то есть это можно работать по воде. У скребка гуаша есть несколько сторон. На самом деле, можно в интернете найти кучу видео, да, от великих специалистов, да, и просто любителей. В разных массажных школах есть свои, как сказать, свои тоже технологии. Сразу хочу сказать, да, то есть действия массажным скребком должны быть очень мягкие, не резкие, не активные, да, чтобы не травмировать действительно кожу. Движения скребком гуаша должны быть плавными. Сам скребок, если вы не работаете с триггерными точками, должен находиться под углом 15 градусов, да, и, собственно говоря, 15 градусов, я сказала, да, 45 градусов, да, и иметь такие мягкие возвратно-поступательные движения. Вертикально скребок держится только при проработке триггерных точек, да, или мест крепления мышц, когда нужно или проработать, опять же, болевые точки, да, то есть или места воспалений. Самая простая схема использования скребка, вот прям на слайде, да, маленькой выемкой у скребка лучше работать область вокруг глаз, да, и самая такая пиковая выпуклость у скребка, да, то есть это для работы с триггерными точками или совсем короткими зонами. Ну, собственно говоря, вот в общем понимании, да, то есть то, что можно делать со скребком. Прежде чем выбирать, да, скребок их большое количество, выполняются они из разных материалов, да, то есть есть дерево, есть металлические скребки различных форм и размеров, да, и самые популярные, да, это скребки из натурального камня, как правило применяется нефрит, кварц, агат, да, или же я сейчас их очень много из смешанных материалов, да, спрессованных камней, да, там что-то туда не входит. Я вплоть до горного хрусталя, что мне вообще вот нравится, работа не приготовилась сегодня по этой технике, да, то есть, возможно, кто-то из вас тоже сталкивался, это массаж хрустальными шарами или массаж хрустальными палочками, тоже это одни из самых моих любимых массажей, да, поскольку работа, ну, позволяет работать с самыми чувствительными клиентами, быстро реагирующими, реактивными клиентами, это вот как раз массаж хрусталем, если добавить сюда еще немножко, ну, возможно, даже эзотерики, да, то хрусталь как вещество, да, то есть как стукстанция, да, очень энергоемкий, и многие из вас знают, да, что, например, талисманы, да, носят девушки молодые в некоторых регионах, вот, с глазов, да, до момента выхода замуж, да, то есть носят хрустальные подвески, это охрана, вообще, на самом деле, вот, действительно, хрусталь очень энергетически емкий, и очень хорошо им работать с куперозной кожей, да, самые чувствительные клиенты, очень хорошо работать, например, массаж хрустальными шарами после процедуры пилинга, если процедура пилинга пошла не по схеме, да, чтобы успокоить кожу, чтобы снять вот это вот активное покраснение, это не фантастика, поскольку хрустальный шар, да, охлаждается и работает слегка касаясь, да, массажных движений, это я немножко позволила себе уйти в мистику, да, немного, да, рассказав о хрустале, да, но действительно так можно работать и с теми клиентами, с которыми не получается работать какими-то другими методами, да, вот один, опять же-таки, из противопоказаний работы со скрипком буаша, это купероз, розация, да, и активные формы ахны. Как раз если хочется дополнить такую услугу, да, то можно дополнить услугу как раз с массажем хрустальными шарами и опять вернусь к массажам буаша, да, на чем можно потренироваться, прежде чем купить себе какой-то скребок, да, я ушла к хрусталю, рассказывая о, из чего сделан скребок, да, деревянный, поскольку после каждого массажа скребок нужно обрабатывать, да, его хорошо нужно помыть, обработать антисептиком, просушить, деревянный скребок подойдет только в личное пользование, и если у вас нет особых проблем с кожей. Железный скребок, как правило, используют там специальные сплавы, я пока еще, вот, например, себе железный скребок не рискнула купить, поэтому тоже вот активно рассказать, это самый быстро обрабатываемый, легко обрабатываемый скребок, пока себе не рискнула, есть он из медицинских сплавов, меди, и даже того, чего я не слышала, поэтому самый легко обрабатываемый и долго хранящийся скребок, это металлический. Дальше идут драгоценные полудрагоценные камни, да, считается, что каждый камень обладает определенной энергетикой, да, то есть вот нефрит используют очень часто, это кварц, который очень близок по своим свойствам как раз вот к хрусталю агат и другие различные камни, да, которые, которые вам, наверное, больше должны нравиться. У меня, как бы, скребок есть нефритовый, чем мне он больше нравится, он, это мое мнение, на разные источники, разные мастера говорят по-разному, да, он менее всего подвержен сколу. Нефрит более такой, на мой взгляд, крепкий камень, и у него очень хорошее скольжение, он очень приятно держать его в руке. Здесь на ваше усмотрение, какой камушек вам ложится в руку, такой вы и используете. Кто-то использует, допустим, там, по цвету, кому-то больше нравится, там, бледно-зеленый, темно-зеленый, желтый, есть розовый, да, кварц. Кстати, очень красивые скребки, но, к сожалению, кварц очень хрупкий. И я сразу хочу сказать, как только у вас на скребке появился скол или малейшая трещина, с ним придется, к сожалению, расстаться. Поэтому выбирайте скребок такой, какой вам нужно. Потренироваться можно и понять движение, давление. Можно на обычной, лучше на серебряной ложке. Насколько вам это комфортно, насколько некомфортно. И желательно сильно глубоко, хотя классический массаж гуаша позволяет, да, прорабатывать, точнее, не позволяет, а требует достаточно глубокой проработки, да, но для обычного массажа лица в косметическом салоне, либо, если вы выполняете массаж в домашних условиях, да, применяете его как массаж, самомассаж, да, для того, чтобы помочь себе в домашних условиях, да, то, собственно говоря, тогда глубокой проработки не нужно. Глубокая проработка требуется тогда, когда вы решаете какие-то глобальные задачи, в основном это задачи со здоровьем, да, и глубокая проработка оставляет достаточно яркие следы, должна оставлять достаточно яркие следы на коже, да, считается, что, чтобы убрать воспалительный процесс, нужно активизировать все системы организма, да, и безопасно работать на средней глубине, да, то есть где-то, вот если себя так пропальпировать, у всех плотность кожи разная, да, то есть сильно не углубляться где-то на средней глубине, короткими такими дорогами, мягко, он очень хорошо убирает излишнюю воду, да, то есть его можно также, вот такой мягкий поверхностный массаж, отнести к массажу, да, лимфодренажному, и повторюсь, да, то есть он способствует эксфолиации, да, то есть это дополнительное очищение кожи, после него очень хорошо впитываются все нанесенные средства, да, плюс очень хорошо устраняет работать с фиброзной тканью в коже, да, это у тех, для тех клиентов, да, или для тех пользователей, кто будет делать это на себе, если есть рубцы постакны, да, кто-то, я не знаю, там, ставил себе какие-то препараты, может быть, да, у которых плохо прошли инъекционные методики, да, то есть поэтому тоже будет очень хорошо в этом плане, да, то есть у него такая вот функция еще отличная. Что еще рассказать про, то есть в общем, да, как держать скребов Гоша, насколько давить, да, то есть это на средней такой, на средней глубине, да, короткие, нерезкие, плавные, медленные аппликации, да, и материал нужно выбирать по себе. Вроде про Гоша все рассказал, если забуду, я потом вернусь к этому моменту, да, и еще, если вы начинаете только, да, практиковать, схема у него простая, и это, наверное, мой совет ко всем массажам, да, если нагрузку как с клиентами, так если вы делаете массаж для себя, наращивать нужно постепенно, да, то есть и скорость движения, и глубину проработки. Это касается ко всем массажам, особенно вот к лимфодренажу, да, и опять же конкретно к массажу Гоша. Всю нагрузку наращиваем постепенно, постепенно, постепенно. Ориентироваться по себе можно по нарастанию тепла в коже, да, если с клиентом, то такой вот мягкой гиперемии, да, то есть должен быть ответ кожи какой-то, да, то есть если она уже покраснела, то это излишнее воздействие вы провели, да, такой приятный розовый цвет, свечение, да, то есть, значит, вот вы работали на... Мне вот легче показать. Ну, надеюсь, я понятно рассказываю, да, то есть, во-первых, если вы работали руками, да, то есть это всегда будет тепло в коже, и вы как массажист, да, как косметолог будете его чувствовать, если вы делаете самомассаж, массаж для себя, да, вы это тепло будете чувствовать и не только в руках, но и сразу в коже, плюс ответ кожи всегда будет такое красивое, не покраснение такое яркое, да, это значит, повторяюсь я уже, да, то есть это излишнее воздействие, да, такое порозовение, то есть яркий, это неяркий ответ, красивый румянец на лице. Сейчас еще, наверное, я дополню про массаж шейно-воротниковой зоны, хотя я про массаж шейно-воротниковой зоны, и у нас было, оно есть на ютубе, видео самомассажа, да, эти же движения можно включать и в работу с клиентами, да, поскольку шея и верхняя часть тела у нас отвечают за четкость овала лица, также за носогубные морщины, да, и красоту шеи, то массаж шейно-воротниковой зоны хотя бы некоторые элементы нужно включать его в любые массажные техники. Видео есть, я, скорее всего, я именно по этому поводу и забыла сегодня его включить прямо в отдельный слайд, по той простой причине, что вроде как уже было, и про массаж шеи рассказывала в вебинаре, который посвящен, он был предыдущий, который был посвящен уходу за областью шеи, декольте. Там есть и рассказ про массажные техники, про средства. Кстати, я забыла вам об этом сказать, что массаж гуаша. Если вы будете работать поверхностно, да, не так глубоко, можно использовать и гели, поскольку компания гельтек выпускает только одно массажное средство, то можно работать и по гелю. Про воду сказала, да, то, что по идее массаж можно любой провести по воде. А вот массаж гуаша можно проводить по любому густому гелю. Единственное, что гель придется наносить не на все лицо, да, на только ту зону, которую вы конкретно обрабатываете, потому что если вы не будете работать скребком, да, или же не будете работать руками, если это массаж руками, то у вас гель высохнет и просто очень быстро впитается. Главное, придется наносить зонально. Не всегда удобно, и когда говоришь, что можно работать зонально, вы сначала одну часть лица проработали, потом вторую часть лица проработали, перешли на лоб, да, и иногда говорят, да, ну, это же надо каждый раз подмазывать, ну, тогда либо у вас будет средств много, да, можно сочетать гель с водой, да, или, если не жалко, с тоником. Кстати, самый хороший тоник, который можно применять в массаже, он просто по смыслу и по эффективности будет вам хорошо помогать, нежели смочить руки водой, если мы по гелю и по маске работаем, да, например, лимфодренажный массаж рекомендован у нас, по-моему, во всех видео на сайте, да, лимфодренажный массаж можно делать по пектиновой маске, да, как при подготовке, собственно говоря, к дальнейшим процедурам, да, тоже выход, да, если, например, нужно сократить время процедуры, да, то есть у меня во всех экспресс-процедурах, например, присутствует пектиновая маска, да, как мягкий, такой бензимный пилинг, плюс она дает хорошее свечение лицу, да, она немножко осветляет, плюс после нее эффективнее впитываются и ведут себя более комфортно, да, на кожу многие средства, наносимые потом сверху, да, в экспресс-уходах, и часто в рекомендациях мы по ней делаем лимфодренажный массаж, кстати, по ней, поскольку вязкость у нее очень хорошая для движения пальцев, да, и можно углубиться несколько глубже в кожу, да, можно добавлять какие-то фиксирующие движения, да, можно немножко с мышцами поработать, особенно с жевательными, немножко углубляясь, да, это все по маске. Когда мы делаем массаж по ней, да, мы руки смачиваем водой, да, чтобы она быстро тоже не впиталась, вот, если, например, по другим маскам работать, да, то тогда можно использовать, вот у меня самый любимый, можно делать массаж по коллагеновой маске, да, пока она тоже влажная, не впиталась, да, можно делать по маске акваудовольствия, она, правда, будет быстрее впитываться, но в данном случае, если вы делаете по гелевой маске акваудовольствия массаж, да, то тогда руки придется увлажнять, там можно увлажнять, например, тоником с гиалуроновой кислотой и эластином, по эффективности будет лучше, да, так вот для смачивания кожи у меня есть самый любимый, да, он поскольку и успокаивает дополнительно кожу, и там есть коллаген, гидролизат коллагена, да, и это, как вы поняли, уже тоник с алоэ вера, либо можно смочить руки, либо расшить лицо и продолжать делать массаж, если у вас, например, гелевое массажное средство, попозже немножечко тогда перейду, как к массажным средствам, перейду, когда расскажу подробнее, и иногда некоторые массажные кремы, да, когда вы работаете по массажным кремам, и рассили лицо тоником с коллагеном, с алоэ вера, скольжение увеличивается, да, он не так активно способствует впитыванию массажного крема, но вот, к сожалению, у нас антиэйч массажный крем, который по апельсину, он достаточно быстро впитывается, но как с ним работать, вот прям чуть-чуть попозже расскажу. Как сочетать косметические массажи с другими уходовыми процедурами, да, это, вот это больше клиенты спрашивают, да, потому что хочется быстро, инъекционные методики дают более явно выраженный результат, да, и занимают много времени. К сожалению, это сейчас проблема мегаполиса, когда хочется быстро и времени мало ограничено, можно прийти в обеденный перерыв, да, массаж, как правило, хороший, занимает где-то около часа, да, ну минут 40. Если обычный классический в процедуру включать, да, то он все равно 15-20 минут длится, это плюс идет к процедуре, да, то есть это уже, опять же, процедура больше времени занимает. Но как можно сочетать? К сожалению, в одной процедуре, если с инъекционными методами, его не получится сочетать, ну как вообще сочетать и для чего делать, когда, сейчас прям расскажу. Понятно, что с массажем любые косметические средства становятся эффективнее, их легче внедрить, да, даже самые, это вот большие жалобы, да, когда говорят, что я не люблю гелевые средства, потому что у меня там липкий слой. Вот для этого нужен массаж. И любые гелевые средства аккуратно вводятся и не оставляют липкого следа, если приложить к этому усилия хотя бы самые простые по распределению геля по коже. Особенно если у вас есть сыворотки, про масло вообще молчу, тут скольжение, можно делать все, что угодно и достаточно долго, и все кремы, как сэкономить крем, да, это нанести его массажными движениями, аккуратно распределив, да, то есть расход крема, гелия, любого средства становится меньше, а эффективность лучше, да, поскольку вы его распределяете активно массажными движениями. В аппаратной косметологии очень хорошо чередуются со всеми практически аппаратными процедурами, особенно лимфодренажный массаж, да, в одной процедуре можно сочетать лимфодренажный массаж лица и миостимуляцию, да, микротоки сочетаются, да, то есть классика массажа и потом аппаратная процедура. И эффективность, особенно микротоки, да, потому что можно поработать, например, глубоко с мышцами и провести процедуру микротоков, еще потом закрепить маской, отличный получается результат, так, поэтому, собственно говоря, с аппаратной косметологией он сочетается, смотря по какой методике вы работаете, да. Дальше, с миостимуляцией как по телу, так и по лицу сочетается прекрасно. Вот по поводу инъекций. Подготовить кожу к инъекционным методикам поможет как лимфодренажный, так и апластический массаж, так и остеопатические различные акторские техники, да, поскольку после мануального воздействия риска какой-то отечности, особенно если это препараты с гиалуроновой кислотой, да, опять же таки эффективнее ботулотоксин действует, да, опять же нет вот этой отечности, и доктор, который делает инъекционные методики, мы с вами во время массажа работаем с мышцами, со связками, ему лучше видно, как работают ваши мышцы, и они работают, да, хорошо, да, и сочетание, кстати, вот подготовка к инъекциям ботулотоксина, идеальное сочетание с массажем. Что еще? Единственное, что не сочетается, да, в одной процедуре, и после введения каких-либо, либо, да вообще любой работой с инъекционными методиками должно пройти, если это обычная мезотерапия, да, не менее недели, а так вообще 2-3 месяца после нитевого лифтинга 2-3 месяца должно пройти, а вот как подготовка, да, то результат от нитевого лифтинга, соответственно, будет лучше, поскольку вы будете работать с мышцами, с вязками, да, и опять же таки состояние кожи будет лучше, и легче будет доктору ставить нити, да, и возможно их нужно будет меньше, и здесь вот такая, как бы, схема. Противопоказания к массажам. Любое воспаление, любое хроническое заболевание или его в стадии обострения, да, то есть розоцея, купероз, да, и какие-то герпетические инфекции, да, то есть все, что связано с нарушением целостности кожи, тоже все исключается. Здесь хотелось бы еще отметить, вот как раз я написала, думала, что забуду, поэтому написала. Герсутизм у женщин, да, это рост волос по мужскому типу, поскольку возможно прогрессивное такое развитие, опять, излишнего волосяного покрова, да, то есть если клиент страдает от этого, да, и при этом находится на удалении волос, да, там неважно, там каким способом, лазер это, фото, либо это электроэпиляция, неважно, да, то есть мы с вами можем простимулировать обратный эффект, да, поэтому лучше не заниматься массажем с таким заболеванием. Что еще хотелось бы, ну вот воспаление лицевого нерва, если это не медицинский массаж, который рекомендован именно там неврологам, специалистам, здесь тоже не стоит. При наличии у клиентов, да, плоских бородавок, каких-то элементов на коже, да, о которых вы сомневаетесь, то невусы, да, то есть мелкие невусы, массаж лучше исключить. По поводу розоцеи и купероза, я, например, уже вам говорила, да, то есть, например, идеальная такая и тема, да, очень простой, это массаж хрустальными шарами, да, состояние кожи действительно улучшается, да, как бы многие скептически к этому не относились, да, состояние кожи действительно улучшается, цвет лица улучшается, опять же, все активные компоненты, которые присутствуют в сыворотках, в средствах, да, для кожи с куперозом, да, тоже работы будут эффективнее. И все-таки в случае массажа, прежде чем начать любой массаж, да, любую технику, здесь консультация специалиста обязательно, да, то есть, если вы делаете это не себе, да, а работаете в салоне, либо там, ну, просто работаете с клиентами, то первичная консультация, она обязательно на предмет выяснения и выявления каких-то заболеваний, при которых массаж будет не показан. Техника массажная выбирается действительно с учетом, вот смотрите, да, обсуждали, кому подходит, кому не подходит, да, чтобы не спровоцировать вот этот вот неприятный, отрицательный эффект, да, от процедуры массажа, да, то есть, когда клиент говорит, а, у меня там появились высыпания, да, или у меня там после вашего массажа там синяки, там еще что-то, да, или наоборот там хотела вывести излишнюю воду, а у меня опять прилив, да, то есть я еще больше отекла, чтобы вот этого не было, да, то есть консультация, и тогда вы выбираете технику относительно пожеланий клиента, да, и чтобы избежать различных неприятных нюансов, да, и правило золотое вообще перед массажем – это идеальное очищение кожи лица. Здесь оно должно быть наиболее тщательное, нежели для каких-то любых других процедур. Вот, на мой взгляд, даже оно должно быть более тщательное, нежели перед инъекционными методиками, да, там и мезороллером, поскольку вот массаж такая вот деликатная, ну, то есть такая деликатная процедура, да. очищение может быть как одноэтапное, да, так и двухэтапное, и даже трехэтапное, которое может включать и, например, гидрофильное масло, потом дополнительное, дополнительное там вы выбираете либо мусс, либо гель. После гидрофильного масла все равно придется чем-то обработать кожу или, возможно, это обработка тоником, да, либо вторым средством вы будете обрабатывать, но вот умывание именно перед массажем должно быть очень тщательным. Мне, кстати, очень нравится, это я с вами делюсь вот своими такими работками, да, все прекрасно знакомые с нашим классическим очищающим гелем гельтек, да, и мне так делать нельзя, да, но я им два раза, когда умываю, то есть по второму, то есть первый слой, он очень хорошо, очень пластичный, да, и когда убираю макияж, да, и домываю второй раз, я по нему тоже делаю легкий массаж. Он очень хорошо эмулируется в руках, да, и можно сделать легкий дренажный массаж. Единственное, только нужно первый слой макияжа все-таки снять, да, потому что есть специальные массажные гели, которые по текстуре и пластичности именно похожи на наш очищающий гель. Но, повторюсь, да, это не первое снятие макияжа, то есть макияжа и грязи на лице не должно быть. И лучше действительно всего использовать профессиональные средства для массажа. Многие применяют эфирные масла, вот сейчас мы как раз к ним и переходим. Я собрала, здесь слайд можно сфотографировать, с ним можно сделать все, что угодно, да, я перепроверила недавно, да, такую табличку, есть шкала комедогенности масел, это по выбору масла для массажа лица, собственно говоря, к телу это тоже относится. Существует шкала комедогенности масел. Я каждый раз, ее можно найти в интернете, чтобы я вам тут вот не выдавала ее за свои наработки, да, ее можно найти в интернете, она каждый раз обновляется, поскольку реакция кожи очень много, и статистику собирают там какое-то время, да, и потом опять ее туда включают. Вот, кокосовое масло, самое комедогенное, как выяснилось на сегодняшний день. От одного до пяти шкала комедогенности. Вот, кокосовое масло, очень высокая комедогенность, у него четверка. Как правило, минеральные масла самые не комедогенные, да, и к ним, из них делают минеральное масло, да, то есть единственное, что это продукт нефтепереработки, и поэтому, ну, не рекомендован там активно, для массажа, многие его не любят, ну, например, медицинский массаж, классический, лечебный, проводится именно по минеральному маслу, да, ну, медицинское, и это будет относиться к таким лечебным методикам, да, которые нас с вами на сегодняшний день не касаются. Дальше, по комедогенности масла от ноля до двух, масло ши, конопля, гранатовые косточки, масло гранатовых косточек, да, плюс, вот чем хороши такие масла базовые, да, идут масло миндаля базовое, масло виноградных косточек тоже идет, как базовое масло, чем они хороши, они еще обладают дополнительными свойствами тех растений, из семян которых они сделаны, да, потом косточки как параллельно, да, считается, что еще и если там зародыши в косточках, да, то есть они приравниваются по действию практически к полному обновлению кожи, на самом деле, кто как к этому относится, да, ну вот базовые масла очень многие от одного до двух, да, то есть лесной орех, у меня они вот по шкале, как они идут, выписаны, черный тмин, например, очень масло подходит еще и для проблемной кожи, да, для кожи, которую вообще по маслу особо нельзя работать, и масло таману, растение таману, это александрийский лавр, так называемый, им оно обладает удивительным свойством, которое позволяет и противогрибковым воздействием, оно обладает, да, и заживляющим не очень высокая регенерация, регенеративные свойства, неправильно сказала, да, и его, собственно говоря, используют для лечения ран, именно для лечения ран, да, и фурункулезов, поэтому если есть, ну дорогой очень, да, то есть здесь мы еще исходим из того, что, с чем мы работаем, да, ну вот, например, если есть возможность таману, да, то его можно, например, и на коже склонной к акне, да, и на проблемной коже, и на возрастной коже тоже поработать, потому что его, ну, будет стимулировать деление клеток, и выписала по типу кожи, масло, как мы выбираем, да, на совсем мало осталось времени с вами, вот, масло для сухой кожи, это жжоба стабильно, да, оно идет, масло авокадо, очень интересные эффекты дает, да, и, кстати, вот для клиентов с яркими такими сосудистыми реакциями можно попробовать, да, тоже поработать, но, напомню, да, розоцея, купероз, да, у нас с вами идут как противопоказания к активному массажу, масло сши, какао, да, кокос, да, туда же все для сухой кожи, для жирной кожи, масло рисовых отрубей, не рисовое масло, да, масло рисовых отрубей, лесной орех, таману, можно туда же черный тмин тоже добавить, да, для проблемной кожи, склонной к высыпаниям, это шиповник, таману, лесной орех, да, все то, что обладает антибактериальным действием, но вообще лучше для проблемной кожи, да, поскольку все-таки, да, есть некая такая тенденция, что кожа от масла забивается и больше будет усиливать, опять же, салоотделение, то лучше по проблемной коже, да, выполнять массаж по жаке, массаж выполняется, как вы помните, по тальку, да, можно выполнять его по, вообще без всего, да, или же нанеся тонким слоем гель, дождавшись, чтобы оно впитало, он впитался полностью, либо по тальку, либо без ничего. И для нормальной кожи, да, которая не склонна к каким-то проблемам, да, то можно вообще применять любые масла. Для, как еще масла выбирается? Еще по разной технике выполнения массажа, да, для некоторых техник, для глубокой проработки нужно более вязкое масло, да, для поверхностного воздействия нужно больше скользящее, да, то есть масло, которое обеспечит мягкое скольжение, да, для дренажных массажей, да, тоже масла, которые будут обеспечивать поверхностное такое вот мягкое скольжение, поэтому здесь тоже на это нужно обращать внимание. Да, мне хотелось бы еще добавить, да, у нас тоже, о средствах Giltek, по которым очень легко можно делать массаж. Про энзимную петтиновую маску я вам уже рассказала, да, на как раз вот то время аппликации, да, которые, она прописана протокольно, да, 15 минут, там 10-15 минут, по ней можно сделать очень неплохо массаж, да, увлажняя руки. По маске Аква удовольствия, да, тоже можно делать минут 10 на массаж хватит, да, тоже можно делать, опять же таки, массаж, да, увлажняя руки. Питательный массажный крем СПА Апельсин, плотный крем, быстро впитывающийся, подходит для пластического массажа, для массажа такого плотного, активного, для проработки мышц, может быть, да, тоже туда, или для обычного классического массажа, который по времени выполняется 15-20 минут максимум, да, для техник сложных, да, например, таких как хиромассаж, да, или дренажный массаж, где нужно скольжение, и по времени вы его будете выполнять долго, да, то либо нужно его будет добавлять, либо вам его не хватит для полноценной отработки массажной процедуры. для тех, кто хочет поскользить, в принципе, если у клиента, у вашего, да, или у вас есть желание, туда можно добавить какого-то масла, которое, которое для вас комфортно, или комфортно для вашего клиента, и тем самым улучшить его скольжение, то есть его, по идее, можно смешать. Гель с гидролизатом, коллагеном и алоэ вера, который у нас идет под электромиостимуляцию, по нему можно делать массаж буаша, короткий, очень неплохо, он вязкий, сразу, кто не пробовал его, я покажу прямо у себя на руке, так вот я сделаю, он очень вязкий, по нему можно делать и массаж лица, видно, я надеюсь, да, то есть и он хорошо притапливается, по нему очень неплохо, он будет впитываться, он впитывается не быстро, поскольку все-таки предназначен для аппаратных процедур, и по нему можно работать как по телу, например, массаж спины, выполнить для клиентов, которые как раз склонны вот к высыпаниям, у кого проблема акне в области спины, скольжение у него достаточно хорошее, мягкое, если же все-таки, да, там он у вас впитался, и у вас не хватило вам там какого-то времени, там минут пять-десять, да, можно увлажнить руки и продолжить массаж по этому гелю. Увлажнить руки можно тем же гелем алоэ-вера с коллагеном, да, ой, тоником алоэ-вера с коллагеном, или же, опять же-таки, тоником с эластином и гиалуроновой кислотой. Ну вот у нас время вебинара и стекло, я надеюсь, что мне удалось в слова вложить какие-то смыслы, да, рассказать вам о массажных техниках, да, по, вот я, кстати, вот нанесла гель, да, и вот сейчас очень хорошо прям хочется промассировать и идет, скольжение, хотя я нанесла очень немного и поэтому можете попробовать недолгий по времени массаж вполне хорошо, если руки увлажнять и подольше можно поработать именно по гелю с гидролизатом коллагена. Спасибо, что интересуетесь нашими мероприятиями, очень приятно, что вы присоединились к моему вебинару.